Всем здравствуйте! Сегодня 19 апреля, 4 часа дня, на улице плюс 27 градусов. Я ушла с работы, потому что иду на собрание в колледж. И иду на свой 11, чтобы там с пересадками доехать. И поэтому решила поверху пройтись, не на метро, прогуляюсь по саду. Тем более, что здесь всё цветёт. Сейчас мы с вами представим, что мы японцы и будем любоваться на цветение сакуры. Хотя здесь вот что-то вот такое ещё цветёт. Цветы очень похожи на черёмуху, но что это такое, я не знаю. Ой, это черёмуха, потому что и пахнет как черёмуха. По запаху определила. Смотрите, как всё разноцветно и ярко, красота неземная. Сейчас ко всем постепенно подойдём. У меня ещё есть время, поэтому идём себе. Вот они, сакуры начинаются. И тёмно-розовые есть, и светло-розовые. Как бы так встать, чтобы солнце в глаз не светило, и мы могли на это дело всё посмотреть. Смотрите. У-у-у! Какова красота! Скажите. Скажите же, что красота. Эта сакура, кстати, не плодоносящая. Но я смотрю одну девочку, которая в Японии живёт. Она говорит, что есть сорта сакуры, которая плодоносит. И вроде того, что у них очень вкусные плоды. Ну вот, здесь такая аллейка. Здесь у нас японские клёны тоже. Хоть и не цветут, но не менее красивые. Смотрите, какой цвет шикарный. Такой бордовый, тёмный. Ой! А что делать? Что делать, чтобы не засвечивало? Всё засвечивает. Спасите, помогите. Будем просто молча идти и смотреть. Ну нет, как молча? Я же не могу молча. Ветер какой-то. На улице пекло, кстати. Невообразимое просто. Хорошо, что я сегодня в футболке. Вот тоже какая-то красота здесь цветёт. Я надеюсь, вам что-то видно. Потом, когда буду монтировать, посмотрю. Потому что я вообще ничего не вижу в экране. Что там показывает, что там не показывает. Оказывается, уже фонтаны включили. Аллеи у нас две с сакурами. Вот и с той стороны, и с той. Либо болеют, что ли. Что это с ней? Ой, как приятно. Вода журчит. Слышно вам? Надеюсь, что слышно. На улице настоящее лето. Хотя ещё только середина апреля. Ну, чуть за середину. Знаете, у нас как-то всё в одну кучу резко-резко вылезли листья. Вот смотрите, дуб, как будто бы уже прямо вот листья полноценные, большие. На фоне этого дуба сакура цветёт. Это так смотрится необычно. Это розовое на фоне такой зелени. В общем, красота. Да и только. Эти шутливые фонтаны пока не работают. И здесь тоже не работает. Хотя, вон, вода осталась внизу. Возможно, что включают по вечерам. Не знаю. Не могу сказать. Я погляжу на сакура. Так прямо самое распространённое дерево стало в Ереване. Потому что вот все вот на той стороне тоже, видите, да, кругом они и у монумента, вернее, у каскада внизу и где-то где Масаят-Нова, там тоже сакуры посажены. В общем, кругом, кругом, где меняют деревья, меняют почему-то на сакуры. Я не знаю, почему. Кто-то бизнес, что ли, сакурный делает. В общем, что-то в этом году рано пекло наступило. Прямо я не готова пока ещё к этому. По-моему, я сейчас обгорю. У меня прям лицо печёт. Надо куда-нибудь в тенёк спрятаться. Вы только посмотрите, что творится на небе. Хотя в ближайшие две недели вообще не предполагалось никакого дождя. А у меня ни зонта, ничего нет. Пойду хоть деньги, что ли, сниму. А то придётся на такси ехать. У меня даже налички нет. Я, если будут вопросы, свою карту не хочу привязывать к Яндексу. Букет фрези нашей преподавательницы. Вот такие длинные. Не те, которые коротенькие продаются. Вот я их несу внизу, да? У меня на уровне коленей. Я чувствую, как они пахнут. Я почти добралась до коленжа. Небо всё чернее и чернее. Задачно. Забавно. Ласточка сидит. На этом. На проводе. Слово забыло. Вообще здесь ласточки в основном в деревнях живут. А в городе стрижи. И я навижу, что наверху летают стрижи. Но сидела на проводе. Именно ласточка. В общем, мы ливень пересудели на собрании. Вышли, дождь уже закончилась. И очень сильно, так скажем, похолодало. Если это можно так назвать. Прям свежо. Воздух шикарный. Я доехала до нашего Ереван-Сити. Закупила с продуктами. Сейчас жду транспорт. На улице резко похолодало. Молнии сверкают. Не знаю, видно было на камере или нет. Ветер какой-то полуураганный. В общем, погода резко испортилась. Если я до этого говорила, что я сейчас сварюсь, то и сейчас я просто оклею. Сегодня воскресенье, выходной день. Я с утра, говорится, психанула. Выдравила весь дом. Поставила тесто. И, в общем, вот результат. Здесь у меня пирожки с картошкой, с капустой жареные. Здесь у меня пирожки с картошкой печеные. Пирожки с творогом. Здесь у меня пирог с картошкой и курицей. И где-то у меня еще есть мои классические булочки сахарные. Но на сей раз они не сыртык. Они вот такие вот улиточки. Всем, кто ест, приятного аппетита. Тюма, я вам показываю все это в темноте. Потому что у нас во всем районе нет света. Смотрите, в овощном. Уже клубника, арбузи, молодая картошечка. Красота. Только мне лень выходить. Я решила сегодня вообще не выходить из дома. Поэтому все это мимо меня сегодня пройдет. Завтра посмотрим. Я иду в Ереван-Сити. У нас сегодня опять пекло. День пекла, день не пекла. Вон Света тоже говорит, что у них накануне снег шел. У нас следующий день плюс 27. И смотрите, здесь глициния расцвела. Весь дом ей опутан. Какая красота неземная. Обожаю глицинию. Вот так вот она выглядит. А там тоже оттенки сиреневого. Но это сирень. Смотри. Класс. А здесь сирень. Тоже вся усыпанная цветами. Я вам вчера сказала, что воскресенье сегодня. Ну нет, вчера была суббота. Воскресенье и сегодня. Сегодня Кристина заказала на обед суши. И плюс нам еще при заказе там на определенную сумму. Оказывается, была какая-то акция. Нам подарили пиццу огромную, маргариту. Так что я сегодня не готовлю. Черешня уже цвела. На ней даже уже ягодки есть. Ну как ягодки. Зародыши, естественно, но они же есть. Ужас какой-то верюанс. У меня вообще нет ни тележек, ни корзинок, ничего. О, в руке несу. Куда я остальное положу, я вообще без понятия. Осталось вот сумку, в нее складываю. А что я, извините, должна подмышкой что ли все нести? Нет хода без добра. Зато я смогла воспользоваться кассой и самообслуживанием, а не давиться 8 часов в очереди в кассу, потому что они там бешеные. Вот нам пиццу подарили. У них, конечно, гениальный суши-муши, пицца-мица. Как сказала Кристина, наверное, еще шашлык-машлык есть. Вот такая вот маргарита огромная. Так что, надеюсь, и вкусная. Но, честно говоря, что-то я вообще ничего не хочу. Печеного после вчерашних пирожков. Сейчас сушу себе. Четыре пучка Синтрика. Он стоит также 350 драм, но уже хороший. По сравнению с тем, что я в прошлый раз покупала. А того у нас немножечко осталось. И он выглядит вот так вот уже промаринованный. Очень вкусный. Маринованный Синтриг обладает такой способностью осаждать тяжелую пищу. Он как гриб-фрут, например, да? Если переел, гриб-фрут поел. Легче стало. И вот с Синтриг тоже самое. Давайте я что-нибудь выберу. Мы заказали Филадельфию, Калифорнию. И запеченную Филадельфию и Калифорнию. Возьму всех по одному, я так думаю. И посмотрю. Может быть, мне будет достаточно. Ой, развалила. Развалила. Просто они до конца не были прорезаны. Так. Так. И еще у нас есть шарики из лососа. Не знаю, что это такое. Первый раз буду пробовать. Травки тоже возьму. Ладно, конечно, выглядит с роллой с зеленью. Будем пробовать. Главное, не забыть, что у меня там Синдриг варится. Если переварится, уже будет невкусно. Так, пробуем. Что по роллам? Ну, как вам сказать, неплохо, нехорошо. Среднестатистические роллы. Но самые вкусные роллы, к моему мнению, здесь в Ереване, в ресторане васаби. Ну и надо посмотреть, что за шарик в конце концов. У меня, правда, в соевом соусе уже все там собралось. Потому что один развалился у меня ролл. Шарик вкусный. Внутри фарш рыбный. Типа рыбные котлетки, короче говоря. Ну, вкусные рыбные котлетки. Кто там у тебя, Бенюш? Кто там? Кого ты там ловишь? Что-то я никого не вижу. А ты видишь, наверное, да? Вон он, вон он, Бенюш. Вот, смотри. Жучок. Доброе утро. Вот такая интересная ситуация. У нас, главное, в районе ледяной ветер. Я в жакете замерзла. Я специально его и надела, собственно говоря, для того, чтобы не околеть. Потому что те, кто были в футболках, стояли и тряслись, как листы осиновые. Я сегодня первый раз в платье. И сверху жакет надела. А здесь не витринки вообще, деревья не шевелятся. А днём жара невыносима. Я вчера тоже в своём кимоно с утра пришла, потом оставила его на работе. Сейчас чувствую, оставлю жакет на работе. Ну нет, возьму, вдруг завтра опять прохладно будет. У нас, смотрите, как уже красиво. Я, главное, почему платье-то не носила? У меня, смотрите, что. И не спрашивайте, при каких обстоятельствах я получила. Потому что все, кто узнают, смеются. И самое смешное в этой ситуации, что Кристинина подружка, у ней точно такой же свиняк на том же месте. И получила она его при точно таких же обстоятельствах, как её. Сидит моя подружка, пока меня не видит. Ты спишь, что ли? Пошли. Идём. Смотрите, какая у меня тут красота. Сижу, любуюсь. Вон мой, висит. Моя душа не вынесла, и я купила себе арбуз. Нарезанный уже взяла. Нарезали прямо при мне. Свеженький. Пахнет шикарно, конечно, арбузом. Но это, конечно, не летний арбуз, который вызревает под солнцем. Лёжа она в поле. Это тепличные иранские арбузы. Ну, вкус арбуза есть. Но не такой, так скажем, сладкий, сочный, как летний. Пришли мои вторые серьги из той же серии, что и прозрачные, вот такие квадратные. Я заказала ещё хамелеоны фиолетово-зелёные. Вот, получила их. Завтра надену на работу. Утро. Иду сегодня на райком, потому что в Армении выходной. И не могу не зайти сюда во двор и показать вам этот огромный каштан. Я не знаю, у меня нет, сколько ему лет. И он расцвёл. Дерево просто невообразимой красоты. И цветы у каштана тоже очень-очень красивые. Вот такие вот пушистики. Ещё и мало того, что высокое, ещё такое раскидистое. Ой. Но ничем не пахнет абсолютно. Смотрите, какая красота. Целое поле белых одуванчиков. А это, наверное, калина, да? Такие вот цветочки. Ну, я сюда пришла из-за этого. Виноград уже в таком состоянии. У него ещё совсем маленькие листочки. Но я думала, что для долмы, наверное, уже продают. Но зато уже есть зародыши. Гроздец. Гроздец. А вот здесь ещё была белая сирень. Но чуть-чуть её так в кромсаве видать, что она даже не... В этом году не цветёт. А вот это абрикос. Я вижу, что здесь уже есть цуголы. Вам, понятное дело, не видно. Потому что они высоко. Низко уже, наверное, объели всё. Кто разглядел? Вон одна бедненькая. Деточка есть. И всё, доброе утро. Смотрите, какую красоту мне вчера привезли с Ивана. У нас одна сотрудница там живёт. Вот она сама насобирала эту крапиву. Это вообще не сравнится с тем, что продаёт на рынке. Она абсолютно чистая. На рынке там и трава, и земля, и какие-то корешки, которые на волосинки похожи. Здесь же она практически чистая. Я вот её даже перебирать не буду. Сейчас вымою, и всё. Я обожаю крапиву. Кто-то уже любит крапиву, пишите. У меня бабушка раньше с ней щи варила с молодой крапивой. С молодыми листьями капусты, когда ещё нет кочана. С молодыми листьями помидоров. Кстати, она практически не жжётся. Вот только один раз меня уколола. И это были самые вкусные щельни. Так, вот это сейчас всё помоем. Когда она приготовится, будет пару ложек. В любой зелени, когда её готовишь, главное не переварить. Буквально там пару минут у меня покипела крапива. Я слила воду и залила её холодной водой, чтобы остановился процесс приготовления. Сейчас это всё дело откину на дуршлат. Кстати, да ты-то хоть куда. Вот Бене тоже нравится крапива. Кстати, этот отвар от крапивы очень полезен для ополаскивания волос. У неё мне та же самая бабушка, про которую я вам чуть выше рассказывала. Всегда запаривала в бане крапиву. Ну куда ты лезешь-то? Ну где вода там, Беня? У меня стекла, и плюс её дополнительно очень хорошо отжало. И сейчас буду обжаривать на смеси сливочного и растительного масла. Крапива берёт в себя очень много масла. Я вот вам даже раскопала такую серединку, чтобы показать, что масла на сковороде практически не осталось. Можно её есть в таком уже поджаристом виде. Но я решила сделать её с яйцом, поскольку у меня завтрак. Я разбила два яйца и делаю такой своеобразный скрамбл. В итоге у нас получается вот такое вот блюдо. Очень вкусное и полезное. Даже Беня. Он через штору пытается пролезть, понюхать. Да на ты, нюхай! Сейчас я это сфотографирую и отправлю девочке, которая мне угостила крапивой. Они сейчас на работе мои. А я сегодня отдыхаю. По некоторым причинам поменяла себе выходной. Всем, кто ест, приятного аппетита! Наконец-то в наш зоомагазин пришла доставка корма Инди для кошек. Сейчас, например, Беня ест у меня баранину с папайей для стерилизованных кошек. То есть получили такие разные необычные экзотические вкусы. Вот я взяла немножко посмотреть, понравится ли ей. Ей понравилось. Просто у нас так она ест оригинально всегда маленькими порциями. Не то, что подошла и за раз всю порцию съела. Нет, она будет 20 раз ходить по нескольку штучек есть. В общем, такие интересные вкусы. Это привезли вроде рыбу с кокосом. Но Беня у нас не ест рыбу. Курицу с манго. Ну и плюс ее стандартные классические корма, которые мы всегда покупаем. Это курица с гранатом. И плюс мы всегда берем манже, корм, хербал. От формирования комков шерсти в желудке. Благодаря чему у нас Беня вообще шерстью не срыгивает. Но она на данный момент отправилась охотиться за какой-то птицей за окном. Кстати, у нее сегодня была очень удачная охота за мухой. Она счастлива и довольна. В общем, с вами я буду на этом прощаться. Кому понравилось видео, пожалуйста, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. У нас сегодня очень жарко. Вчера было плюс 27. Сегодня еще больше. Но я смотрю, что на небе у нас тучки ходят. Так что, возможно, к вечеру будет какой-нибудь дождь из-за этого духота. У нас, кстати, продолжают лететь вот эти вот семена, про которые я вам рассказывала, с деревьев. И они буквально везде. И на улице, и мало того, в дом во все щели залетают. Это примерно то же самое, что тополинный пух в России. Здесь это вот этих вот семена вот этого дерева. Ну и всем здоровья и удачи. Пока и до новых встреч.